Всем привет и добро пожаловать на канал YouTube Alaris Labs. Как вы возможно уже знаете, вышла новая версия, и в этом видео мы поговорим о ключевых изменениях в рамках данной версии. Поскольку не все доработки будут упомянуты в этом видео, список всех изменений можно будет увидеть в заметках о выпуске. Узнать больше о нашей жизни вы сможете, посетив наши страницы в социальных сетях Facebook и LinkedIn. Ранее отслеживание петель сообщений настраивалось с помощью внутренней конфигурации SMS-коммутатора. В новой версии был добавлен отдельный интерфейс Loop Detection, который доступен, если выдана одноименная разрешение. Важно отметить, что интерфейс совместим только с SMS-коммутатором нового поколения. Интерфейс позволяет выбрать тип отслеживания петель, тип блокировки, список имен отправителей и номеров получателей, по которым будут определяться петли. Для того, чтобы учитывать все номера в соответствующем поле, нужно указать знак звездочка. Для правила отслеживания петель можно также обозначить активность правила и задать приоритет и список каналов. Для исключения какого-либо канала нужно создать правила с включающим списком и выставлением периода блокировки равным 0 секунд. Период блокировки доступен при выборе типа блокировки – Accumulative или Prioric. Первый режим позволяет включить ограничения после первого сообщения. Все последующие сообщения-дубликаты будут отбиваться с внутренней причиной SMS-луп в течение заданного периода. При получении дубликата в период, пока тайм-аут не закончен, отсчет тайм-аута начинается заново. Для периодичного режима ограничение включается после получения определенного числа сообщений, которое сдается при создании такового правила. Отчет тайм-аута начинается после получения последнего разрешенного сообщения. Получение дубликатов не изменяет начало отчета тайм-аута. Дубликаты также отбиваются с внутренней причиной SMS-луп. Также для данного внутреннего статуса можно задать общесистемный код отбития в пакете Submit SM Press. Для этого потребуется связаться с службой технической поддержки. Поле «Локальный адрес» теперь доступен для каналов операторов источников. Поле определяет, на какой SMS-коммутатор может быть получено сообщение. Если сообщение получено на другом SMS-коммутаторе, то оно будет отбито. Для дополнительного оповещения о приближении срока окончания поддержки добавлен системный параметр Support and Date. Также информация о дате окончания технической поддержки добавлена на вкладку «Информация о лицензии». В систему добавлена возможность блокирования сообщений, полученных с уже стекшим временем жизни сообщения – Validity Period. Для этого были добавлены системный параметр «Block Expired Messages» и аналогичный параметр в канале с доступными значениями – по умолчанию «Да», «Нет». Вариант по умолчанию означает использование значения системного параметра. Также параметр канала имеет приоритет над системным параметром. Например, если параметр в канале выставлен как «Нет», а общесистемно задано блокировать просроченные сообщения, то просроченное сообщение с данного канала не будет заблокировано. Проверка, если кладли время жизни сообщения, проводится после применения трансляции для Entity Validity Period. Проверка происходит после применения трансляции при условии, что включен системный параметр или выставлена соответствующая настройка в канале оператора. Если ни один маршрут не признан подходящим из-за просроченного времени жизни сообщения, EDR-завис будет иметь статус Validity Period is Expired. Ранее для транзитных HTTP операторов не проводилась проверка на совместимость исходной кодировки с разрешенной кодировкой транзитного оператора. Сейчас данное поведение можно изменить с помощью нового системного параметра фильтрации HTTP операторов на основе списка кодировок, где значение 0 будет означать «выключено», а 1 – «включено». Для расширенного режима добавлена возможность при симуляции выставить параметр Ignore HLR Cache. При включенном флаге, даже если номер был в кэше HLR, то есть обращение к HLR-источнику для номера проводилось ранее, будет проведено обращение к HLR-источнику. Это позволит увидеть более корректную картину маршрутизации с учетом HLR тарифа, который при обычной маршрутизации вычитается из тарифа оператора. Также в результате имитации добавлена колонка HLR Rate, которая отображает тариф HLR в системной валюте, если для продукта включен параметр DeepHLR и HLR MCC-MNC не влазяда с кэшем. При имитации отправки сообщений в будущее теперь также будут учитываться даты действия привязок префиксов к MCC-MNC. Например, если префикс 7910 на дату 1 января 2021 года принадлежит к MCC-MNC 250.001, а с 1 января 2022 года принадлежит к MCC-MNC 250.002, то при имитации с указанием даты 2 января 2022 года будет выдаваться привязка к MCC-MNC 250.002. Также будет происходить поиск соответствующего тарифа. Добавлен новый внутренний ответ от модуля маршрутизации, если все маршруты оказались заблокированы блокирующими правилами маршрутизации 2.0.3.0. Данный код можно найти при экспорте EDR из интерфейса в колонке Status Code или же в отчете EDR Export SMS, колонка SMS Status Code. Также для передачи кода оператору-источнику можно оставить трансляцию кода Interface Translation Rules, Error and Status Codes, с типом Routing Response Code to EDR Message Status Text для кода 2.0.3.0 в требуемый код. Для входящих HTTP-запросов добавлена поддержка флага Flash. Данное значение может быть передано для отправки МТ-сообщения. Флаг может быть изменен с помощью правил трансляции. Разрешенные значения для флага 0 – обычное сообщение и 1 – флэш-сообщение. Сообщение, которое не хранится в памяти телефона, отображается на экране. Важно отметить, что данный флаг просто записывается в EDR, более технические детали, но не меняет кодировку сообщения. Ранее было невозможно сопоставить МО-сообщение с МТ-сообщением и отобразить его в модуле Campaign Portal, поскольку сопоставление сообщений для отображения ответа пользователя в модуле Campaign Portal производится по следующим условиям, в то время как МО-ответы транзитного АЕМ-оператора Viber имеют фиксированное имя отправителя – Viber. Адрес отправителя МТ-сообщения совпадает с адресом назначения МО-сообщения. Адрес назначения МТ-сообщения совпадает с адресом отправителя МО-сообщения. Ответ МО-сообщения получен в пределах значения, выставленного в системном параметре максимальный период ожидания для отслеживания МО-ответов на МТ-сообщения. Текущая версия сопоставления реализована. В аналитику добавлена возможность просмотра статистики по году. Годовые аналитические кубы. Добавлены соответствующие системные параметры. Year Cube Partition Count. Число лет для хранения годовых кубов. По умолчанию 10. Stats Calculation Delay. По умолчанию 1300 для SMS и 144 для голоса. Stats Calculation Threshold. Для голоса по умолчанию 10 000. Для SMS по умолчанию 48 000. Для SMS коммутатора нового поколения доработана отправка сегментированных сообщений. Ранее такие сообщения могли уходить через разные SMPP-соединения. Сейчас они будут проходить через одно. Для SMS правил маршрутизации добавлена метрика Data Coding, с помощью которой можно маршрутизировать сообщения, исходя из кодировки оператора-источника. Например, если требуется отправлять сообщения на транзитного оператора, если входящая кодировка равно нулю, то условие должно выглядеть следующим образом. Data Coding равно нулю. Метрику можно использовать как на уровне правила, так и на уровне выбора. Добавлены новые разрезы. Имя отправителя – оператор-источник. Имя отправителя – транзитный оператор, позволяющий просмотр аналитики по именам отправителя, а также добавление данной информации в отчеты, построенные по аналитическим данным. Для включения разрезов следует обратиться в службу техподдержки, предоставив специальный код. Также, если номер цифровой и содержит 9 и более цифр, то такие номера будут объединены под значением «нумерик». Ранее для входящих HTTP-сообщений была добавлена поддержка получения IT-сообщений от оператора-источника, однако возможность присутствовала только для коротких сообщений. Теперь также поддерживаются длинные сообщения. Максимальная длина параметра – 60 байт. При наличии нескольких MCC-MNC в рамках одной стороны из сети и наличии у вендора тарифов на эти коды, интерфейс TestSystem отображал лишь один из MCC-MNC. Теперь отображаются все коды из тарифов без ограничений по количеству в рамках сети. При импорте цены, где запятая является десятичным разделителем со значением меньше одной десятитысячной, цена отображалась некорректно. Ситуация исправлена. Для вкладки статистика модуля Campaign Portal добавлен фильтр Show Temporary EDRs, с помощью которого можно вскрыть или отобразить EDRs промежуточным статусом. Ранее в систему была добавлена возможность трансляции текста для сегментированных сообщений, однако внутренняя настройка позволяла указать только конкретный список каналов транзитных операторов. С новой версией можно будет указать все каналы. Ранее при создании объема зависимой сделки в новом модуле проверялось наличие тарифа в продукте. Если тариф на MC и MNC сделки уже присутствовал в продукте, то выдавалась ошибка. Сейчас будет выдано предупреждение с предложением закрытия существующего тарифа и открытия нового с даты начала действия сделки. Ранее SMS-коммутатор записывал исходную кодировку источника оператора в поле с кодировкой транзитного оператора. Ситуация исправлена для SMPP транзитных операторов. Для OMO маршрутизации добавлена проверка, что канал транзитного оператора и канал оператора источника не принадлежит одному и тому же партнеру. Иначе такое сообщение не будет передано дальше и будет записано EDR со статусом Route Failed. Ранее при создании нескольких подряд идущих объема зависимых сделок с одинаковой ценой создавался один тариф на весь период. Соответственно, при удалении одной из сделок одного периода удалялся тариф полный период, что некорректно. Теперь тарифы будут созданы на разные периоды. Ранее в интерфейсе SMS Pack User Subscription при попытке применить пакет к лицевому счету можно было выбрать из списка те пакеты, у которых юридическое лицо отличалось от юрилица лицевого счета, что вызывало ошибку. Фильтрация доработана. Теперь в списке доступных пакетов будут только те, которые подходят по валюте и юридическому лицу лицевого счета. Ранее OMO сообщения, полученные от EM-поставщика Viber с указанием параметра tracking ID, имели код сообщения со стороны поставщика, равный минус 0. Сейчас в его качестве будет использоваться значение параметра tracking data. Из ответа Viber с добавлением суффикса минус 0. Например, если tracking data равна определенному значению, то код сообщения будет равен этому значению минус 0. При создании или импорте тегов через интерфейсы теги импорт, если тег содержит пробел в начале или конце, то пробел отрезается. Для сохранения пробелов добавлена следующая системная настройка. Усечение не буквенно-цифровых символов. Значение по умолчанию 1. Прежняя логика. При выставлении 0 пробелы не будут вырезаться при добавлении тега через интерфейс теги. Для импорта от тегов в интерфейс добавлен флаг. Обрезать пробелы. Значение по умолчанию зависит от системной настройки. Из Minimal логика работы отправки балансовых уведомлений в форсированном режиме Посылать предупреждение о балансе для лицевых счетов с ненулевым кредитным лимитом Отправлять уведомления по балансу для операторов источников с ненулевым кредитом Отправлять уведомления по балансу для транзитных операторов с ненулевым кредитом Кроме этого, теперь при включении параметров для транзитных операторов отправка уведомлений будет в том случае, если соглашение двухстороннее Так как трансляции текста сообщения могут применяться несколько раз Для правил Next – Continue. Промежуточные результаты трансляции также будут отображены в логике симуляции. В редких случаях при постановке кампании на паузу в последующем запуске могла возникнуть дублирующая отправка для одного и того же номера. Ситуация исправлена. СМС-коммутатор нового поколения передает опциональные TLV-поля транзитному оператору от оператора источника, даже если это не настроено. Для исключения передачи пустых TLV-полей добавлен новый параметр, настраиваемый через внутреннюю конфигурацию. Для изменений требуется связаться с службой технической поддержки, предоставить специальный код и сообщить ID каналов транзитных операторов. В редких случаях, когда в одну секунду был получен запрос на обращение к HLR-сервису на один и тот же номер от разных продуктов операторов источников, имеющих разные правила обращения к HLR через разные HLR-сервисы, мог быть использован некорректный HLR-сервис. Ситуация исправлена. Метод по работе с шаблонами был скрыт из REST API. Соответствующие методы добавлены в EAPI updatePreset, deletePreset, getPresetList. При рестарте SMS-коммутатора модуль будет отправлять Unbind оператором-источником. Политики ограничения доступа, VPD, добавлены для новой интерфейса объема зависимых сделок. Введен запрет редактирования биллинговых схем, если схема принадлежит назначенному номеру. Для интерфейса импорта тарифов добавлена фильтрация по направлению партнера. Для колонки Subscribers интерфейса SMS-пак добавлена гиперссылка, по которой можно перейти в интерфейс SMS-пак-ьюзер-сабскрипшн. Также при переходе будет дополнительно применена фильтрация и будут отображены только подписки для данного пакета. REST API методы для работы с правилами маршрутизации SMS-rule, voice-rule были скрыты, так как предназначены для внутреннего использования. Аналогичные методы были вынесены в EAPI. Также методы для работы с SMS-правилами теперь поддерживают параметры RuleDeskTagListScope, тип списка тегов получателя, и RuleDeskTagList, список тегов получателя. Фильтры CenterIDMask, DestinationAddressMask и TextPattern были перенесены в блоки параметры оператора источника и параметры транзитного оператора. Добавлена возможность использовать следующие маркеры для шаблона New Carrier Notification Letter. С помощью EDR Poly Technical Details теперь можно выгрузить дополнительные сведения, например, Flag Verified SMS, при условии, что функциональность Verify SMS была настроена. При использовании регулярных выражений, заведенных в одноименном справочнике, в таких интерфейсах, как правила маршрутизации, правила трансляции и правила приоритизации трафика, последние два интерфейса для SMS-части системы. При наведении на выражение будет выведена подсказка с названием шаблона и его значениями. Ранее число кэшированных запросов HLR в аналитике для сегментированных сообщений рассчитывалось некорректно для всех частей. Теперь будет рассчитываться только для одной части. Ранее трансляция специальных символов для EMO-сообщений, полученных через SMS-коммутаторного поколения, не поддерживалась. Поддержка добавлена. При создании правила подмены для объекта период действия и указаний трансляции как 0, передаваемое значение ValityPeriod equals null. Соответствующая подсказка добавлена в веб-интерфейс. Так как отправка результатов экспорта SMS-тарифов ссылкой или файлом зависит от системного параметра способ отправки тарифных уведомлений, данный параметр был перемещен в секцию Common. Ранее параметр был доступен только для системы Alaris Invoice. При запросе статуса сообщения по HTTP от оператора источника, система теперь также возвращает поле System Delivery Time, время получения отчета от доставки в системе, в формате указанном на экране. Специализированными тестами выявлены проблемы безопасности в работе веб-сервера. Добавлены дополнительные настройки в библиотеке, повышающие взломоустойчивость приложения. Ранее, если был активированный режим наследования тарифов «Искать сразу среди родительских и дочерних» и подходящим оказывался заблокированный тариф именно из родительского продукта, то он игнорировался. Данное поведение исправлено. В подобных случаях трафик будет заблокирован. Ранее метрика маршрутизации RuleAdCNT не учитывала буферный EDR и ее значение увеличилось при отправке сообщения на транзитного оператора, что могло привести к некорректным расчетам метрики. Сейчас же счетчик будет инкрементироваться при отправке сообщения в буфер транзитного оператора, и его значение не будет увеличиваться при выходе из буфера и последующей отправке. Ранее, если на отправку ему сообщения оператор-источник не отвечал пакетом DLV RSP, то EDR SMS-коммутатором не записывалось. Данная ситуация была исправлена. В случаях, когда не удавалось отправить уведомление об импорте файла согласно правилам обработки почты, email processing rules, например, недоступность почтового сервера, обработанное письмо не добавлялось на вкладку «Files». Ситуация исправлена. Ранее система не позволяла выгрузить EDR из аналитики для разреза «Deleted Partner». Возвращаю пустой файл. Ситуация исправлена. Ранее, если пользователь активировал опцию «Включить глобальный режим единой обработки сегментированных сообщений для какого-либо канала оператора-источника», и если при отправке на транзитного оператора какой-либо сегмент не был принят со стороны партнера, то SMS-коммутатор записывал EDR, где значение поля «Is last» было равно нулю, даже если попытка переотправки не производилась. В новой версии значение поля будет равняться одному. Ранее, если письмо, обрабатываемое модулем автоматического импорта, содержало HTML-разметку, а подходящее правило содержало маску по тексту письма, правило считалось неподходящим. Ранее ошибка «Path Period Rate Increase» не возникала при импорте тарифов, если тариф добавлялся в прошлое в первый день действия тарифа. Например, тариф с ценой 0,01 действует с 1 января 2021 года. 1 мая 2021 года транзитный оператор присылает повышение, цена меняется на 0,01 с 1 января 2021 года. Так как 1 января 2021 года, первый день действия тарифа, то есть до этой даты он не действовал, то ошибка не выдавалась. Теперь подобные изменения будут анализироваться. Ранее при экспорте файла в Excel из интерфейса Shortcode Reference Book Editor и дальнейшей попытки импорта с помощью Shortcode Reference Book Import возникала ошибка в консоли браузера и интерфейс замирал. Изменено влияние разрешения Override Did Status на следующие операции Без данного разрешения действия запрещены. При создании ограничительного правила с пустым списком MCC-MNC блокировка происходит по всему трафику при пересечении лимита. Однако блокировка на реальный трафик не распространялась. Ситуация исправлена. В некоторых случаях при невозможности отправки инвойса, например не удалось создать документ, инвойс все равно переходил в статус send, хотя отправки в действительности не происходило. Ранее для интерфейса отчеты 2.0 при выгрузке отчета в Excel или CSV, а также при отправке результатов на почту в выгрузке присутствовали колонки RN и CNT, хотя в самом коде отчета данные колонки отсутствуют. Ситуация исправлена.